И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в АОР, это у нас оценочная гонка, которая проходила 29 февраля на трассе США, ну и я решил там проехать, потому что, чтобы пройти в сезон АОРа, нужно провести хотя бы одну оценочную гонку, ну и я решил проехать её в субботу. Также дело в том, что тут, во-первых, это США, которую я всей душой ненавижу, ненавижу этот третий сектор, ну а во-вторых, в одном лобби со мной попался чувак, который немного ездит в F1 eSports, он был в топ-7 по итогам личного учёта F1 eSports, я такой типа, хе-хе, ну классно, типа, да. И он мне, короче, в квалификации, вы увидите, сколько он мне привёз, но пока что вы увидите мой лучший круг в квалификации, ну и гонка тут будет, конечно же, 50%, ничего такого странного и удивительного тут нету. Ролик получился достаточно короткий, потому что, ну, потому что вы там увидите, почему он такой короткий, ладно. У нас окончание моего быстрого круга, я даже поставила в какой-то момент лучший второй сектор, но это ещё Хьюз не завершил свой быстрый круг, но, как бы, факт есть факт, пока что у меня лучший второй, второй, да, сектор. Ладно, осталось последние два поворота пройти, которые я, наконец, научился проходить более-менее нормально, но всё равно немного, мне кажется, их можно проходить побыстрее. Также я ещё немного, ну, приболел, у меня, говорю, в нос, надеюсь, вам не будет как-то противно от этого слушать мой голос. Ладно, ну и, в принципе, вот они результаты гонки и, как бы, ой, результаты квалификации, да, почему результаты гонки? И, видите, 80-х, тупо, да, найс. Также вот вам табличка, что это именно он, седьмая позиция в F1 E-Sports, ну, а у нас гонка. Тактика софт-медиум, ничего удивительного, переход будет на седьмом-восьмом круге, может быть, даже раньше. Слил топливо и отправился стартовать, в принципе, ничего такого экстраординарного не стал крутить, настройки так и оставил. Ну и мы отправляемся на стартовую решётку, где у нас загораются все пять огней и будет дан старт. И у нас Гассент огней стартует Гран-при США, стартуя не то, что плохо, но не лучше Хьюза. Думал, может быть, как-то по внутренней траектории попытаться его уделать, он даже ошибся в первом повороте, но справа от меня оказался чувак на Альфа-Ромео, и он меня данным манёвром прошёл. Я опустился на одну позицию вниз, Хьюз сразу же начинает отъезжать, а этот чём на Альфа-Ромео так начинает ошибаться и меня тормозить. Он вот тут вот такой был медленный, так же он ещё и подлагивал, но я его тупо не могу пройти, потому что, ну блин, это повороты, а тут проходить достаточно опасно. Да, повреждения отключены, но надо бороться максимально чисто. Всё равно тут есть наблюдатели. Также меня ещё попытался атаковать чувак на рейсинг-поинте позади, но у него атака по внутренней траектории не очень-то и прошла, и из-за этого у меня получился плохой выход напрямую, и мне не хватило того, чтобы его догнать и атаковать уже тут. Была ошибка у меня на точке торможения, чуть в него не впилился, слава богу, всё обошлось, но факт есть факт в том, что я его не смог пройти. Я остался пока что на третьей позиции, Хьюз уже отъезжает прям очень далеко, наверное, уже на секунду, как минимум, он удрал, и как бы всё, у него была только задача выиграть старт, и всё, дальше его уже не увидеть в этой гонке. Ладно, а у меня тут борьба с этой Альфа Ромео, на первом круге я его не смог пройти, начинается второй круг, ДРС пока что, к сожалению, нету, но я достаточно к нему близко. Опять он немного подлогнул, и опять-таки тут мне просто не хватает всех моих режимов подрубленных и слепстрима для того, чтобы к нему хотя бы подъехать на дистанцию атаки. В первом секторе в эсках он прям очень-очень медленный, я к нему прям очень сильно подъезжаю, но пройти я его опять-таки не могу, его тут носят, но позже я узнал, что у него было давление большое в задних шинах, а это значит перегрев задних, и тут я понял, почему его так носило. Ладно, думал сейчас как-то его атаковать, но опять-таки он тут ошибается, я чуть с него не впилился, и тем самым он испортил мне выход напрямую, и можно сказать, таким способом себе сделал заделанно то, чтобы я его не смог пройти на этой прямой. Я к нему, конечно, подъезжал на этой прямой, но я не смог поравняться с ним хотя бы, или попытаться сделать в дайв-бомб на него я не стал, потому что это было бы очень-очень опасно и грязно. Продолжаем мы тащиться за этой Альфа Ромео, и ждем просто первый же прямой с ДРС, и главное мне сейчас не перегреть резину и не отстать от него больше, чем на секунду. Резина тут особенно софт, именно софт тут перегревается очень-очень сильно, медиум хард тут вообще, мне кажется, перегреть невозможно. Медиум тут может продержать 25 кругов в плюс-минус нормальном темпе, это я проверил прям перед гонкой, да. Да, я просто залил топливо на всю дистанцию и на медиуме проехал 25 кругов, и на 29-м круге, когда я заезжал на пит уже, на комплекте медиума, когда я тестировал его на жизнеспособность, он у меня лопнул. Найс, ладно. И третий круг разрешает наконец-то ДРС, софт начинает уже понемногу подыхать, ловлю в совершенно тупую срезку, немного задел внутренние эти бублики, сосиски, морковки, и мне сразу же впаяли предупреждение. Такой типа, ну окай, первое предупреждение из двух возможных, чтобы не получить штраф. Но все-таки наконец-то я к нему подъехал достаточно близко, мы синхронно ошиблись на разгоне, нас немного снесло, подрубил абсолютно все, что можно, чтобы его как-то пройти, подрубил ДРС, Лепстрим, и наконец-то он пал. И я начал его проходить, я его прошел и поехал дальше. Но до Хьюза просто уже пропасть. Четыре секунды за три круга он нарастил, даже за два с половиной круга четыре секунды у него преимущество, чтобы вы поняли. Ладно, дальше у нас седьмой круг, круг моего пит-стопа. Но Хьюз уже очень-очень далеко, а подъедущая группа, можно так сказать, из Рейсинг Пойнта и, собственно говоря, Альфа Ромео, они уже достаточно сильно от меня отстали. И вместе со мной в боксы ныряют как раз-таки эта тоже группа, боялся, что сейчас Рейсинг Пойнт меня задержит, но я выехал прямо перед его носом и хотя бы без задержек отработали. Выезжаю я из боксов на позиции под номером восемь, позади Макларена, но они прямо рядом со мной и сейчас у них будут просто огромные проблемы с данным комплектом софта, потому что он уже на седьмом круге у меня начинал перегреваться прямо очень-очень сильно. Ну и, собственно говоря, тут же начинаются у нас пит-стопы. И я вижу, что некоторые переходят на Хард, это их ошибка, потому что тут Медиум держит прямо очень долго и Хард тут вообще по факту ненужный комплект. Выхожу уже на шестую позицию, передо мной едет Макларен и он прямо передо мной взял и развернулся просто, да, на этом же круге. Еду я такой, вижу желтый флаг, Макларен развернутый стоит такой типа, ну ладно, минус один соперник, с которым надо будет бороться. Ну и вышел на пятую строчку. Дальше у нас девятый круг, продолжаются пит-стопы, одни прямо едут очень и очень медленно. Хьюз тоже, конечно же, заехал на круге сразу же после меня. Ну и я вышел на уже четвертую позицию. Он ставит лучший круг, это понятно, он ставит лучший круг на секунды быстрее меня. Здравствуйте, F1E Sports, все дела. Ну и я выхожу уже на третью строчку, прохожу один из Рэдбулов. Ну и я вижу, что передо мной Рэдбул в трех секундах впереди, и за этот круг дело в том, что я его спокойно смогу догнать, потому что у него софт проехал, если учитывать квалификацию, где-то 12 кругов. И как вы понимаете, у него сейчас беды с комплектом очень и очень большие, потому что я уже с первого сектора у него полсекунды снял. Дальше в этих затяжных поворотах я еще больше у него снимаю. Он на разгонах просто страдает, с каждым поворотом я к нему все ближе и ближе. Хьюз там отъезжает, его уже не догнать, и как бы, да, у меня по факту уже борьбы ни с кем нету. У меня была только цель до конца этого круга догнать этот Рэдбул, и как-то попытаться с ним побороться, может быть, не знаю. Сторону повреждения отключены, чтобы был трэш, потому что мне ехать скучно. Но дело в том, что он на этом круге сворачивает в боксы. Я у него секунду отыграл, ну ладно, полсекунды отыграл у него со второго сектора. Ну и на третьем вы видите, как он просто страдает, все, он уже передо мной. На разгонах его сносит, и на этом круге он, к сожалению, ездит на пид. Так бы я бы его прошел бы с ДРС, может быть, он как-то смог бы хоть как-то в первом секторе меня поддержать. Было бы прикольно, я бы немного погорел бы. Ну а так его просто в каждом повороте сносит, и он отправляется на пид. Я выхожу на свою вторую позицию, начинаю 12-й круг, ну и по факту на этом у меня гонка заканчивается, да. Дальше мы переносимся на круг под номером 27. Тут у нас произошел круговой инсульт Торороса, он отсоединился от данной сессии. Я у него взял ДРС и его прошел, собственно говоря. Я уже очень-очень далеко от Хьюза, до него вы сейчас увидите сколько. Ну, вы прекрасно видите, надеюсь, у вас со зрением все хорошо, читать я это не буду. Позади меня едет чувак на уже Рено, на комплекте Харда. И как вы понимаете, он просто с каждым кругом от меня все отстает, отстает и отстает. Он прям очень сильно от меня отставал. И у меня преимущество на финише составило 16 секунд над позади идущим. Но это все просто какие-то мелочи по сравнению с тем, сколько мне привез чувак из F1 Esports. И тут я понял по-настоящему свой уровень. То, что 30 секунд за 28 кругов проиграть это, ну, такое на самом деле. Да, я ему проиграл 30 секунд на финише. И это прям, ну, знаете, не очень-то и классно. Он у меня отыграл, получается, больше, чем секунду с круга. Так просто. И я ни с кем толком-то и не застревал по ходу этой гонки. Но, в принципе, гонка мне понравилась. Едешь себе спокойно один, тебя никто не атакует. У тебя нету никакого напряжения. Просто едешь и накатываешь круги по США. Страдаешь, потому что это твоя нелюбимая трасса. И все. Просто ты сидишь, балдеешь. Надо было еще, наверное, музыку мне на фон включить. Это мне не помешало бы, хотя было бы ехать поинтереснее. Ладно. Это все рофл. Конечно же, нельзя терять концентрацию никогда. Также у меня уже 15-й золотой уровень. Видали, как много я в онлайн катаюсь? Ладно. Вот вся таблица. Таблица штрафов. Таблица без штрафов. 30 секунд. Найс. До следующего чувака. 15 человек у нас участвовало в гонке. Один получил дисквал. Двое не доехали. По причине инсульт интернета, наверное. Ну и вот все тактики гениальные. Вот мои времена на каждом круге. Я это показываю, потому что это требует аор. В принципе, скриншоты я успела сделать. Ну и в принципе, на этом-то можно и заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. И увидимся, скорее всего, уже 8 марта. Это будет не стрим, это будет просто аор. Первый, скорее всего, этап. Ну и где-то, наверное, в понедельник-вторник я выложу видео с первого этапа. Хайлайты, наверное. Может быть, как и сегодня вот такое вот видео с моим голосом. А может быть, и без голоса просто будет мой анборд. И будет реально как хайлайт. Ладно, на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Еще раз говорю всем удачи. И еще раз всем пока. Продолжение следует...